Здравствуйте, уважаемые зрители! В этом ролике я хотел бы простыми словами рассказать об операционной системе Xubuntu, которая установлена у меня на домашнем компьютере. И мне кажется, она в некоторой степени недооценена другими пользователями. Вы видите рабочий стол. Я сейчас немножко расскажу о железе, которое я использую, и о характеристиках самой системы. Если вам это неинтересно, пожалуйста, переходите по тайм-коду в описании к обзору программ, которые я использую. Посмотрим вначале на системный монитор. Как видим, включая эту же программу, система берет где-то 612 МБ из оперативной памяти и 166 МБ из файла подкачки. У меня установлено DDR2, две планки по 1 ГБ, 800 МГц, тактовая частота каждая. Процессор в среднем берет где-то 30% в режиме спокойствия. Кстати, давайте посмотрим, что у меня за процессор. Частота максимальной 2,8 ГГц AMD Athlon X2 поддержит как 32-битные, так и 64-битные системы. Но стоит отметить, что начиная с выпуска 2004, компания Canonical отказалась от архитектуры X86 и выпускает дистрибутивы 64-битные. И перейдем теперь к обзору программ, которые у меня есть. Это некое вида меню пуск, если сравнивать с Windows. И здесь можно посмотреть все приложения. Но давайте глянем по категориям, чтобы удобнее. Графика. Здесь имеем Pinta. Это некий такой аналог Paint.net. Только без плагинов я его использую. Также здесь есть программа просмотра изображения Richtera. Стандартная для сканирования документов. Я установил GSCAN 2.pdf, который использую на работе на Windows. Удобная программа для сканирования, чтобы переводить рисунки в PDF-файлы. LibreOffice Draw. Как вы видите, можно редактировать блок-схемы, рисунки, логотипы создавать. И здесь есть еще GIMP. Такая программка. Это своего рода Photoshop. Ну, игры тут есть, но я ими не пользуюсь, мне не до них. Среди инструментов, которые я хотел отметить, это, в частности, есть такая программка, называется Play on Linux. Это графическая утилита, которая позволяет устанавливать различные программы, экзешники, которые изначально предназначают для операционной системы Windows на Linux. Без всяких терминалов и так далее. Здесь можно выбирать, какие надо программы. И можно устанавливать, и таким образом запускать экзешники. Ну, есть менеджер архивом, тут стандартный. Снимок экрана, скриншот. Но я для этого использую другую программу. Калькулятор также есть, видим, Mate. И XBurn. Простая программа для записи CD и DVD. Среди интернета я использую AnyDesk. Программа удаленного доступа. Также Telegram Desktop. Здесь респект господину Дурову за то, что создал хорошую версию для Linux. Сразу видно, что айтишники любят Telegram. Zoom для видеоконференций. Chromium и Firefox. Ну, как бы вы с ними знакомы, не буду открывать. Почтовый клиент есть тоже встроенный. Ну, я им не пользуюсь. Multimedia. Audacity. Хорошая программа кроссплатформенная, которая используют для редактирования аудиофайлов. Например, вот как сейчас это видео я записываю, а потом его обрабатываю. Делаю, честно говоря, это не так давно, надо было раньше. Kazam и VocoScreen. Программы, которые используют для скринкастов. Именно же можно делать и скриншот. Media Player Parole тут есть стандартный. И есть еще Media Player VLC. Тоже кроссплатформенная программка. И хотелось бы показать еще KDN Live. Программа, которую я использую для видеомонтажа. И вот последние ролики, которые я выложил на канал, именно с помощью этой программы. Конечно, это не Pinnacle Studio, тем более не Sony Vegas и не Adobe Premiere Pro. Но со своими функциями она справляется. Имеет поддержку вертикального видео. И очень удобно, что когда ты перетягиваешь видео, и оно не тот формат, а какой выбрал проект, автоматически проект подстраивается под данный ролик. Настройка. Здесь игр много. Видим нечто похожее, как Windows и дисплей, диспетчер окон, адаптеры Bluetooth, павиатура. Но что-то напоминает, как панель управления операционной системой Windows. Обновление приложений. Отдельно принтеры. Там есть наподобие принтеры и факсы. Ну, не будем мы далеко углубляться. Образовательные программы. LibreOffice Match. Можно редактировать научные формулы, уравнения. Офисные, которые здесь есть. Adobe Reader 9. Но, честно говоря, он под Ubuntu идет не очень. LibreOffice. Это офисный пакет, который, по сути, является альтернативой Microsoft Office. И довольно-таки неплохой LibreOffice. Это аналог Excel. Writer – это, соответственно, Word. Impress – это аналог PowerPoint. Ну, а Zadro мы уже говорили. Стандартный просмотрщик документов, в частности, и PDF. Ну, когда мне нужно редактировать, я использую немножко другую программу. Есть классная MasterPDF Editor 5. Функциональная. Работает и с файлами, которые имеют встроенные формулы. То есть, мне лично в ней очень удобно. Ну, и здесь дальше есть система. То есть, Qwine – программа для настройки и управления приложений префиксами Vine. Я говорил, это связано с запуском экзешников. Системный монитор вы уже видели. И это такой файловый менеджер есть. Его можно, в принципе, делить и на две части. И будет нечто похожее, как Total Commander. Jepar. Кстати, чем Linux и хорош, что любое серьезное действие, для которого осуществляется, оно требует ввода пароля пользователя. Поэтому ее, как бы, убить можно только, в основном, сознательно. В отличие от Windows, который может слетать из-за вируса или каких-то других причин. Например, реестр там чистят, наоптировать его и так далее. То это, как бы, показывает… Здесь жесткий диск. То есть, тут нету мой компьютер, как один знакомый. Где здесь мой компьютер? Там, в Jepar, это видно. Как раз это системный диск, это подкачка. Здесь находятся файлы пользователя. Как раз преимущество Linux, SST-1000 в том, что, по сути, файлы пользователя, они находятся на другом логическом диске. Если слетает система, то это не так страшно. А если, например, пользователь хранил мои документы, диск C на Windows, и слетел Windows, то тут пиши пропало. И среди системных еще хотел показать P-сенсор. Такая небольшая утилитка. Она показывает, как загрузку процессора и памяти, ну и также температуру видеокарты и процессора. Ну и хотел еще показать магазин. Это некий своего рода аналог Play Market в Android или же Windows Apps, или как магазин Microsoft. То есть точно так же похоже, как у них показывает, что можно выбрать, какие приложения установлены, и показывает также и различные обновления. Есть разбивка по категориям. Видим тоже там музыка, видео, фото, звук. Можно также поиск здесь включить, например, какие-то гитарные приложения посмотреть. Кстати, эта версия к Subuntu используется для сборки, называемой Ubuntu Studio. Используют не только музыканты, но и дизайнеры, и так далее. Тут видим Racker Rack, то есть процессор гитарных эффектов, который имеется в магазине приложений. Но, по сути, через терминал можно или использовать депакет и установить другой какой-то программу. Если сделать краткий обзор, к какому выводу можно прийти? По сути, эта система для домашнего пользователя очень простая. Да, для администратора, если вы хотите настроить сеть, локальную группу создать, немножко, возможно, позаморачиваться придется, если у такого человека мышление сформировано под Windows-системой. Но для того, чтобы смотреть фильмы, юзать в интернете, эта система подходит очень хорошо. Особенно учитывая, что она берет не так уже и много ресурсов и годится для старых компьютеров. По сути, эта система может вдохнуть в жизнь старенькие компьютеры, которые были под XP, под 7, на которых десятка просто не вытягивает. Единственное, что бы я рекомендовал, использовать SSD. Если есть вопросы, задавайте в комментариях. Надеюсь, это видео оказалось для вас полезным. Спасибо большое за просмотр. До новых встреч на YouTube.